стевия травы тоже обладает очень таким минимальным минимальным воздействием на грибки слишком сильны грибки это это начало всего это самое первое что появилось в нашей на нашей планете грибки они знаете они как паутины сети такой окутаны окутана наша планета и здесь особо ничего не делать они везде везде главное ваш иммунитет как хорошо вы будете поддерживать свой иммунитет и так он будет абсолютно совсем справляться с грибками с вирусами поддерживать иммунитет можно конечно и травами и продуктами но самое главное не создавать условия брожения условия гниения где хорошо будет патогенной флоре травы какие для очищения кишечника эти травы в любом случае подойдут но если вы именно для грибков хотите воздействия на грибки то вот с моим супругом в голодание который планируется с 8 или с 9 декабря помню будет антигрибковой программы из перекись очень хорошо с тем работает не прием перекиси внутрь орально а ректально введение тогда на действие происходит значительно сильнее активней но многие посаживаются на эту процедуру и делают ее достаточно активно не понимая то что без изменения привычного образа жизни питания состояния в общем организма результатов большого не будет да будет сдвиг но крепких стабильных результатов не будет поэтому в принципе вы можете ирина если вы были у моего супруга на голоди то можете рекомендации эти выполнять и и также работает хорошо и масло масло мануки хорошо масло хиноки эфирные масла они да с грибками хорошо работают травы травы противогрибковые их не так много давайте я лучше напишу вам пост как это применяется в сочетании с другими травами чтобы был эффект потому что если просто вы будете пить антигрибковые травы то большая вероятность того что бактерии начнут расти то есть такое понятие как свято место путь пусто не бывает всегда проявляется если вы делаете активно антипризитарные программы то скорее всего следом проявится либо грибковая флора которая была скрыта которая была спрятана либо бактериальная флора поэтому и когда вы делаете антипризитарные программы обязательно после них сразу попейте либо на бактерии либо от грибков сделайте процедуры таким образом у вас будет более стабильное состояние после уже, да, после всего. Вы узнаете свое тело. Когда вы будете пить антипредитарные программы, вы так или иначе будете замечать, что появляется, допустим, сыпь какая-то, отит появился, который был скрыт вдруг, да, я не говорю, что это обязательно, но может тело проявить то, что опять же было спрятано. И это ваши подсказки. То есть во время антипредитарных программ вы должны быть очень внимательны к себе, наблюдать, что происходит с телом и какие изменения. Девушки, кто вот не знает, опять же, не так давно со мной, я хочу всех предупредить. Если вы считаете, что попив травки, ваше тело моментально очень быстро восстановится, оздоровится и все будет вот классно, супер, здорово, к сожалению, это не так. Если вы не готовы хоть немножечко менять свой образ жизни, либо питание, хоть немножко пересматривать свои отношения и к себе, и к миру, то лучше не начинать очищение, потому что вы не готовы к тем проявлениям, которые могут появиться. А они обычно появляются. То есть период в стадии обострения, первые две недели, она всегда, ну, практически у всех есть. И этого не стоит бояться. Ваше тело просто показывает, рассказывает вам, с чем еще нужно поработать, что у вас слабое место, где оно. И это ваша возможность вывести свое тело на очень хороший результат, на стабильное, ровное здоровье. Не пугаться, а просто выводить себя. Вот я затянула ответ на этот вопрос, но тем не менее, это так. Если вы переживаете, боитесь, не готовы к тем, что может проявиться в теле, то лучше не запускать, лучше дождитесь того времени, когда вы будете готовы. И тогда входите в очищение. Доброго дня, Светлана. Беременность второй триместр. Выходит очень много слизи из носа, глаз и бронхов. Привет, Харш. При откашливании зеленого цвета глаза покраснели. Поясница сильно болит. Что можно предпринять? Во-первых, в любом случае я радуюсь вашей беременности, потому что это чудесное состояние для каждой женщины. Что можно предпринять, если слизь выходит? Однозначно убрать все слизеобразующие продукты, однозначно убрать все искусственные сахара, все, что, да, мусорную еду. Убирайте молочку обязательно, хлеб тоже убрать, даже если это гречневый, там, покупной. Там, в любом случае, есть пшеница, на время убрать. То есть оставить только гречка, кино, обработанные овощи, если есть обработанная пища, и максимум сырой растительной пищи. Обязательно у вас должно быть много корнеплодов. То есть это ваше основное питание. Оно поможет вашему телу справляться. Дальше травы для иммунитета, ягодные сборы для иммунитета. Тоже все это можете применять, и это даст вашему телу больше сил. Можно использовать растирание груди, спины, спины маслом живицы, либо любым согревающим, кунжутным тоже подойдет, чтобы разогреть, чтобы отток вот этой слизи произошел быстрее. Больше трав не могу советовать, потому что не знаю вашего тела. Не знаю, что у вас скрыто в вашем теле. Нужно вот в личной работе, могу дать рекомендации. Но, во всяком случае, вот это делайте уже хорошо. Тмин с кориандром, если будете пить, быстрее пойдет отток слизи, и быстрее будете восстанавливаться. Много соков, разбавленных с водой, больше зеленых соков. То есть это ваше основное направление. И, в принципе, растирать ноги тоже согревающим маслом было бы очень хорошо. Растирать, либо миофициальный релиз выполнять, как вам больше нравится. Мне растирание больше нравится, потому что идет подпитка и маслами тоже. Давайте восстанавливайтесь, прекрасной вам беременности. Как детям давать касторку? Отличный вопрос, но ответить на вот так легко на него сложно, потому что сколько, встречный вопрос, сколько лет ребенку, какое питание, есть ли термическая обработанная пища, какие были заболевания, какие есть диагнозы сейчас, какие препараты применяли. Все это даст понять, когда вам лучше применять касторку, и стоит ли сейчас, либо побыть более длительный период, допустим, тмин с кориандром пить и восстанавливать травы для микрофлоры пропивать. Неделю, две, три, в зависимости от состояния ребенка. Дальше. В принципе, я когда работаю в сопровождении, беру деток, то дети пьют так же касторку, как взрослые. Ну, допустим, если дневной сон есть, то пообедали, час погуляли, выпили касторку с цитрусовым соком, в той же пропорции, как взрослым разводить, и ложатся спать. Просыпаются после обеда, только сок пьют, час после пробуждения, и после этого можно уже смузи, немножко сочные фрукты добавлять. Но чем больше на соках будет ребенка, тем лучше. Ну, если это полуторагодовал или годовалый ребенок, то совершенно другие подходы к детям. То есть полтора часа-два он не пробудет без еды, только на соках. Поэтому однозначного ответа не могу вам дать. Вопрос. Где? Вот. Здравствуйте все. Вот как хорошо. Здравствуйте все. Светлана, можно ли сушить корки граната из супермаркета? Как подготовить их к сушке? Да, в принципе, если вы щеточкой прочистите хорошо, то в принципе можно. Если вы еще уверены, что это хорошие гранаты. Ну, в принципе, можно опустить гранат. И в воду с золой берете золу, липы, например, либо золу коры осины. Коры осины достаточно сложно сжечь, но тем не менее можно. Оно, правда, дает такой горьковатый вкус, поэтому зола липы, веток липы лучше. Золу смешивайте пол чайной ложки на литр воды. Смешали, она там плавает, конечно, наверху, но часто нужно постоять, чтобы постояла, чтобы она напиталась вот этими всеми компонентами золы. Дальше поместили корочки туда, они отмокли, высушили в дегидраторе. И вот это уже перемалывается в кофемолке. Так. Приписали антибактериальные свечи при нарушении влагалищной микрофлоры, чем может заменить? Благодарю вас от души во благо. Чем может заменить? А что у вас? Какие у вас симптомы? Какие проявления в теле есть? То есть сказать, что вот пейте это, делайте это, ну, точно нельзя. Но влагалищная флора, она идентичная тому, что происходит в кишечнике. И оздоравливая кишечник, вы косвенно, вот тут же будет откликаться и влагалищная флора. То есть вам нужно запустить очищение кишечника, если вы в небеременном состоянии, то тмин с кориандрами и в конце недели у вас очищение касторкой прекрасно. Дальше травы для восстановления микрофлоры. Вот железняк прекрасно работает с железняк, липа, математича, вот именно при антибактериальной работе. И календула. Вот эти травы вы можете пить в течение дня, как чай, сколько хочется. Дальше. У меня есть пост, молочница. И в принципе вы можете применять. Но, вы же понимаете, что происходит. Либо это кандидоз, либо вагинальный... Сейчас, минутку. Что-то дети раскричались. Да. Либо это кандидоз, либо бактериальный вагиноз. И вот от этого нужно отталкиваться. Что провокатор? Либо бактерии, либо грибки. И, соответственно, конечно, спринцевание, перекисью, как я писала в своем посте, можно применять и в одной, и в другом случае. Конечно, вы получите результаты хорошие, да. Но если не работать глубоко с бактериями, бактериальной флорой в кишечнике, то все может вернуться в округи свое. И если есть контакт с любимым человеком, близкий контакт, то, конечно, нужно и молодому человеку своему тоже предлагать пить. Я вернулась. Отлично, у меня был звонок, простите, пожалуйста. Предлагать также заняться очищением. Светлана, подскажите, пожалуйста, есть ли пост или про антигрибковые программы? Про антигрибковые что-то я писала, вот я не вспомню точно, полное описание программы не делала, потому что есть много нюансов, которые нужно рассказывать. Это делает мой супруг, и я буду стараться чуть больше вам написать про антигрибковую работу, но вот в очередь ставлю все. Добрый день, Светлана, подскажите, пожалуйста, почему необходимо делать перерыв в антипризтарках? Третий месяц пьет рычатку, нравится эффект, не хочется прерывать. В принципе, если вам не хочется прерывать, и вам комфортно, и вы не слишком большую дозировку пьете, то есть не пьете 3 раза в день, а 1 раз по чайной ложке выпиваете, либо 2 раза по пол чайной ложки, то, в принципе, можете оставлять, если вам так хорошо. Почему нужно прерывать, чтобы не было привыкания на травы? Так или иначе, привыкание происходит, и это возможность телу дать передышку, хотя бы 2 недели, 10 дней. А потом они просто будут действовать значительно больше, сильнее, эффективнее будет работа. Светланочка, благодарю за все, и я благодарю. После курса печени была середина цикла, и с тяжелым питанием нагрузила пищеварение. С задержкой оказалось состояние по УЗИ авуляторное. Как помочь зачатию? Так, сейчас период овуляции, да, как помочь зачатию? Ну, здесь уже, вот если уже период овуляции, помочь, помочь только близостью со своим любимым человеком. Растворение в своем энергетическом поле совместно с мужчиной, растворение в его объятиях, вот такая вот очень ласковая, заботливая, бережная к друг другу, состояние бережное и забота. Это самое лучшее, что вы можете сделать. Никакие травы, в принципе, если у вас был когда-то выкидыш, да, если по причине того, что не хватало прогестерона, вы, конечно, можете пропить сейчас, добавить манжетку, попить именно во второй фазе цикла. Просто заваривать чайную ложку на стакан горячей воды, она очень ароматная, приятная, и это поддержит вашу гормональную систему. И я думаю, что после очистки печени, сколько случаев после очистки печени приходят детки? Я вам от души желаю. Здравствуйте. Чем лучше провести антипаразитарку ребенка 2 года, 2,10, да? Гранатовые корки не пошли, масло герани тоже. Можете использовать масло эвкалипта, также эфирное масло в базовом масле. Ох, дети, шумят сейчас, что-то там делят. Попробуйте, да, если не пойдет, ну, подождите, если ребенок 2,10. В принципе, можно и антипаразитарные конфеты делать. В шапке моего профиля есть рецепты, как делать антипаразитарные конфетки. Конечно, они делаются с медом. То есть, если вы применяете мед в антипаразитарных программах, то следом обязательно вы должны работать с антигрибковыми программами для детей. То есть, это ваша обязательно такая галочка, о которой не забывайте никогда. Так, вопрос, вижу, пролеснуло. Здравствуйте. Чем смазывать ожог на руке от плиты? И чем, и как защититься от солнечных ожогов? Так, когда был ожог? Если, Алена, есть различные примочки, и, в принципе, масло чайного дерева хорошо помогает. И, ну, я не знаю, когда у вас было. Либо сейчас, вот прямо сейчас, либо это уже достаточно длительный ожог, то есть, пару дней прошло, и вы не знаете, как снять болезненность, покраснение и так далее. То есть, если уже несколько дней прошло, то сок зелени очень здорово помогает. Вы просто примочки делаете. Дальше, алоэ. Тоже прекрасная возможность. Просто вот мякотью, алоэ, слизью этой смазывайте, тоже хорошо. Защититься от солнечных ожогов, это вы просто должны подготовить свое тело, свою кожу, для того, чтобы не контактировать с слишком агрессивными лучами. То есть, вы понемножечку вводите себя в тот климат, куда приезжаете. Допустим, вы едете сейчас отдыхать, да, в жаркую страну, и вы посещаете солнечный пляж только до 9 утра, а потом с 4 часа вечера. Не спешите набрать загар, не спешите быть слишком коричневыми. Это дело такое, лучше вы меньше коричневой будете, но вы будете бережны к себе, к своей коже и здоровее будете. Потом, вот пару дней в таком режиме, потом можете до 10-ти побыть, с 3-х часов побыть, допустим, на море. В зависимости от того, куда вы едете дня, насколько агрессивное солнце. Однозначно стараться прятаться от прямых солнечных лучей, когда солнце в зените первое время. Это самая лучшая безопасная защита. Ну и после солнца можно наносить, тоже смазывать себе кожу маслом, соком алоэ, и который будет снимать вот такие, какие-либо перегретые состояния, когда кожа немножечко воспалилась от солнца. Став вопросы. Добрый день. Анихолизис на пальцах рук. Какая причина может быть, к сожалению, я не сталкивалась с данным заболеванием, я не могу вам подсказать. Мне нужно изучить его. Трескается кожа на пальчиках рук. Что это? Смотрите, кожа трескается и между пальцами, и на пальчиках. Это ваше состояние печени. Как только вы начинаете работать с печенью, восстанавливать ее функции, ее работы, соответственно, печень и поджелудочная, два органа, да, ну и желчина тоже. Тем самым заживляются ранки хорошо, но плюс еще местно нужно дополнительно делать ванночки для рук с овсянкой, овсяной ванной. Берете, допустим, полстакана овсянки, грубой овсянки, на пол-литра горячей воды, довели до кемпения, она у вас в 15 минут на медленном огне томится, и вот этот кисель, который вы потом остудили, процедили, кисель, вы в нем просто держите ручки. Каждый вечер старайтесь это делать. Заживление очень хорошее. Ну, это внутренние процессы, то есть внешнее может помочь, да, быстро, но насколько это будет длительный эффект, зависит от вашего состояния тела. Кроме того, подушечки, подушечки, они же знают, значит, тоже очень много, и толстый кишечник, и тонкий кишечник, соответственно, вы должны ориентироваться. Я выставлю вам в сторис карту ладошки, хорошо? Посмотрите, что, где именно, где больше у вас, там, и может быть еще тот орган задействован, затронут и ослаблен. Где? Почему при беременности нельзя трифало? Я не использовала трифало, я не знаю, что находится именно в этих капсулах, и поэтому я никогда не рекомендую. Я рекомендую только травы, которые я знаю, как работают, я знаю, как я прочувствовала это на себе, и поэтому я не рекомендую то, что не проверила во время беременности на себе, ну, и то, что не изучала глубоко, потому что вот в капсулах этих, все, что находится в капсулах, в общем, я не доверяю всему, что находится в баночках, в капсулах и так далее. Мне нужно самой сварить, вернее, приготовить чай, и это самое безопасное будет. Светлана, добрый день, благодарю вас за эфир, информацию очень ценно, нужное, большое доверие к вам, спасибо большое. Ваше знание я каждый раз смотрю, либо читаю с большим удовольствием, очень красиво. Спасибо, Елена, очень приятно, сейчас столько теплых слов от вас, спасибо. Спасибо огромное за ответы, Светлана, очень хочу поделиться своей радостью и сообщить о наступившей беременности, ура! Ура! Класс, ну, вообще, ну, я всегда радуюсь таким сообщением, тем более вот так вот внезапно, быстро, в прямом эфире вы узнали, что вы все-таки ждете малыша. Манжетку можете, ну, опять же, если у вас был когда-то уход малыша по причине слабого прогестерона, то манжетку можно, если не было, то, в принципе, манжетку тоже можно попить, пол чайной ложки заваривать на полстакана горячей воды и выпивайте раз в день, это не помешает. Класс! Добрый день, Светлана, расскажите, пожалуйста, про пользу и вреда морозника, благодарю за ответ. Смотрите, пользу и вред вы можете забить в интернет и посчитать, какая польза и вреда той или иной травы. Если, ну, то есть, не хочу останавливаться на этом, потому что польза и вред каждой травы очень большой, больше пользы, и главное, как вы это собираетесь применять, для чего вы это собираетесь применять. Напишите мне, пожалуйста, сейчас, для чего вы хотите это применить. Я вам скажу, подходит это или нет, либо нужно сочетать с какой-то другой травой, потому что травы, в принципе, они все очень ценные по своему составу, по своему действованию организма, но бывает, что неправильное их применение, неправильное сочетание с другими травами, которые, допустим, обладают гормональным эффектом, либо антипорезитарным, и смешивание определенных трав именно с этими травами, они могут давать негативный эффект и на гормональную систему, и на пищеварительную. Поэтому важно знать, для чего вы хотите это применить. Где вас почитать про очищение печени у беременных? К сожалению, у меня нет этого, и я только в личной работе. В шапке моего профиля есть программа для беременных, я составляю ее лично, индивидуально, в зависимости от особенностей беременности, от срока, от темпов развития малыша, ну и так далее. На каждую неделю в течение всей беременности я прописываю, что вам нужно пить, не только для подготовки к мягким родам, а в большей части для подготовки вашего организма к здоровому грудному вскармливанию. Это самое важное направление. А мягкие, прекрасные, чудесные роды – это как приятный бонус. Девушки дорогие, не могу больше с вами сегодня оставаться, плачет Ратиборо, ищет меня. Я благодарю вас за приятный бонус.